Уровень преступности в Украине остался в пределах прошлого года. Около полумиллиона правонарушений, а вот количество раскрытых преступлений увеличилось на 40 тысяч. Такой отчет опубликовали столичные полицейские чины. Но, по мнению экспертов, аппарат МВД скрывает реальную статистику преступлений в Украине. Они подчеркивают, на сегодняшний день преступность в стране находится на уровне середины 90-х годов. Подробности в нашем следующем сюжете. Одно из первых громких происшествий 2017 года в Одессе. В ночь 7 на 8 января на улице Ефимогеллера прогремел взрыв. Погибли два мужчины. 90-летняя женщина оказалась в больнице. Тогда правоохранители заявили, причиной трагедии могла стать взрывчатка. В целом, в уходящем году в области взрывы гремели часто, в том числе с жертвами. 17 июля в результате взрыва гранаты в квартире погиб подросток, еще двое пострадали. Ходят бегать там хлопчики, такие маленькие, что там такие, что за вестрел? А они говорят, хлопец застрелился, гранату разбирал. Была и инсценировка похищения нардепа Алексея Гончаренко и покушение на зампредседателя облсовета Олега Радковского и криминальные разборки с применением огнестрельного оружия. Ряд скандала в этом году был связан с одесским СИЗО. Там умерли несколько арестантов, а также произошло убийство одной из сотрудниц учреждения. В целом же, как отмечают столичные полицейские чиновники, уровень преступности примерно такой же, как и в прошлом году – около полумиллиона правонарушений. А вот раскрываемость, говорят, повысилась примерно на 40 тысяч эпизодов. Аналитики же уверены, что в нынешней ситуации экономического кризиса, социальной депрессии, войны и огромного количества незарегистрированного оружия на руках, преступность в стране выросла многократно. Ситуацию усугубляет кадровый голод. Тех вот добрых участковых, которые когда-то были носителями морали, абсолютно владели обстановкой каждой в своем микрорайоне, они знали всех освобожденных после заключения, контролировали их жизнь в том числе. Сегодня этих людей просто нету. Но нам же об этом никто не расскажет. По словам экспертов, в статистике Министерства внутренних дел указано лишь 40 процентов преступлений, совершенных в 2017 году. Причина столь разительной разницы проста. Более половины украинцев не обращаются за помощью в полицию. Эти данные подтверждает и Государственный научно-исследовательский институт МВД. Не верят эксперты в успешную борьбу украинской полиции с организованной преступностью, потому как в Европейском Союзе количество преступных организаций с 2013 по 2017 годы выросло более чем на треть. Европол не боится публиковать правдивую статистику, в то же время как украинское МВД, вновь сознательно занижает цифры. И в связи Европолу, когда говорят, что одна третина этих ОЗУ, организованных злочинных угруппований, занимается как раз злочинным наркобизнесом, то они большую часть там определяют и Украине. То есть Украина в понимании злочинного света давно интегрувалась в Европу. У правоохранительной реформы есть ряд плюсов. Например, у граждан Украины до сих пор высокое доверие к патрульной полиции. По последним данным, эта цифра варьируется в пределах 40 процентов и это абсолютный победитель народных симпатий среди всех структур органов правопорядка. Массовые акции, которые проводились этого года, все-таки минулись без убития людей с боку полиции и без смертей, которые заданы безусловно работниками полиции. То есть я считаю, что как раз работа и охрана не массовых заходов является позитивной в работе полиции за этот год. Эксперты также указывают еще на одну проблему, которая нивелирует шансы реформы преобразить правоохранительный сектор. Это то, что богатым людям, которые совершают преступления, по-прежнему удается избежать уголовной ответственности в судах. В целом, аналитики уверены, ситуация с безопасностью в Украине улучшится после стабилизации ситуации в экономической и политической сферах. Но все это произойдет не сразу, а поэтапно на протяжении нескольких лет. Пока же эксперты советуют украинцам быть бдительными, снимать украшения на улице и возвращаться домой освещенными переулками, а также не публиковать в соцсетях лишнюю информацию о себе, ведь ваши профили могут просматривать мошенники. Самые частые подарки для грабителей, когда украинцы сообщают, куда они уезжают и на какой период времени.